Уважаемые коллеги, в качестве эпиграфа к разговору о качестве жизни, которому посвящен мой доклад, я хочу сказать, что по сути медицина занимается вопросом о том, как добавить годы к жизни пациента. Однако в последнее время наука признает также важным, а в случае, если продлить жизнь невозможно, единственно существенным, вопрос о том, как добавить жизни к годам, месяцам или неделям. И именно этим вопросом мы занимаемся в рамках нашего исследования, проводимого в онкологическом центре имени Блохина, совместными усилиями коллектива Санкт-Петербургского университета и непосредственно онкологического центра. Наше исследование выполнено под руководством Ольги Юрьевны Щелковой, профессора Санкт-Петербургского университета, и силами коллектива отделения Валиева, Рината Комрадиновича, Сушенцова Евгения Александровича и врачей отделения. Появление современных диагностических технологий, новых лекарственных препаратов и внедрение в хирургическую практику обширных вмешательств, позволяющих радикально удалить опухоль, позволили значительно увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественным новообразованием. Таким образом, увеличилось количество больных, доживающих до генерализации заболеваний и появления отдаленных метастазов, в том числе в позвоночниках. С учетом увеличившегося количества пациентов выросла актуальность проблемы своевременной диагностики оптимального алгоритма лечения этого сложного контингента больных. Вместе с тем, вопрос выбора оптимального метода лечения для больных с метастатическими опухолями позвоночника является одним из самых сложных и открытых в настоящее время. При этом основными критериями при выборе лечения выступают выживаемость пациентов и связанная со здоровьем качество жизни. А в случае выполнения палеотивного хирургического лечения важнейшим критерием является именно качество жизни больных, что делает вопрос качества жизни пациентов с метастатическим поражением позвоночника актуальным. Но не только потребности клинической онкологии определяют важность изучения качества жизни пациентов с опухолевым поражением позвоночника. В первую очередь для нас, психологов, важно то, что обращение к концепту качества жизни предполагает взгляд на больного не со стороны диагноза, а как на личность со своими переживаниями и потребностями в условиях болезни. Такой взгляд на пациента соответствует общей тенденции гуманизации медицины, ее стремлению к развитию целостного взгляда на человека, к становлению биопсихосоциального подхода, в понимании здоровья и болезни. Целью данного исследования выступает изучение качества жизни пациентов с опухолевым поражением позвоночника до и после хирургического лечения. В работу вошли данные, полученные при исследовании 30 пациентов с метастатическим поражением позвоночника, находящихся на стационарном лечении в МИЦ-онкологии Блохина. Сейчас у нас уже 50 человек, но результаты пересчитанные оказались такими же, как и на 30. Какие мы использовали методы? Это опросники качества жизни Health Status Away, известный всем опросник для изучения качества жизни больных с хроническими заболеваниями. Quality of Life Questionary, Европейская организация по изучению и лечению рака. И опросник Spine Oncology Study Group. Мы сейчас занимаемся как раз переговорами по валидизации русскоязычной версии с этой организацией. И перейду к результатам исследования. Наше исследование показало, что все пациенты с опухолевым позвоночником имели болевой синдром до начала лечения. Оценка интенсивности боли с использованием шкал Васс и Ваткинс выявила уменьшение объективных показателей и субъективного ощущения боли в послеоперационном периоде по сравнению с предоперационным периодом. Я хочу здесь в первую очередь сказать о том, что, наверное, болевой синдром и болевые ощущения у пациентов это самая острая проблема при опухолевых поражениях позвоночника, потому что иногда этот болевой синдром просто не позволяет нам говорить о качестве жизни как таковом, потому что человек настолько мучается, что там уже вопросы всех остальных сфер жизни отходят на второй план. И результаты исследования качества жизни пациентов с метастатическим поражением позвоночника до и после хирургического лечения, по данным двух первых опросников, представлены на слайде. Как видно на диаграмме, пациенты с метастатическим поражением позвоночника в результате хирургического лечения становятся меньше ограничены в выполнении повседневных дел в связи с физическим состоянием, чем до лечения. Кроме того, пациенты с метастатическим поражением позвоночника после операции обладают большей энергией и жизненной активностью, чем до операции. Хирургическое лечение дает пациентам с метастатическим поражением позвоночника возможность больше общаться с близкими и друзьями. Социальная активность пациентов после хирургического лечения значимо выше, чем до операции. И результаты исследования качества жизни пациентов с метастатическим поражением позвоночника по данным опросника Spine Group, представлены на данном слайде. Как видно, пациенты с опухолями позвоночника оценивают свое качество жизни, связанное со здоровьем. В целом, после операции значительно выше, чем до лечения. Кроме того, результаты показали улучшение качества жизни у больных по параметру эмоционального статуса. Также, согласно данным методике, у пациентов с метастатическим поражением позвоночника после операции по сравнению с дооперационным периодом выявлено улучшение такого параметра качества жизни, как неврологические функции. Очень важный параметр. Показывающее, что после хирургического вмешательства соответствующие симптомы оказывают значительно меньшее влияние на жизнедеятельность. И тогда мы уже можем выходить непосредственно на вопрос о качестве жизни. И важно отметить, что пациенты с метастатическим поражением позвоночника высоко оценивают результаты лечения, сообщают об улучшении качества жизни после операции. Это данные шкалы вопроса после лечения вот этого вот опросника. Пациенты с опухолевым поражением позвоночника, которые в недавнем прошлом причислялись группы неизлечимых и получали лишь симптоматическое лечение, облегчающее состояние, но не способное продлить годы жизни и улучшить качество жизни, в настоящее время могут пройти высокотехнологическое лечение с применением новейших методов хирургии, которые открывают перспективы существенного продления жизни и значимого улучшения ее качества у данной категории больных. Это обусловливает необходимость изучения основных параметров качества жизни, психологического и социального статуса пациентов с опухолевым поражением позвоночника, а также необходимость формирования программ психологической помощи для пациентов данной группы в до-послеоперационном периоде, а также программ реабилитации. Сейчас на данный момент в нашем отделении мы проводим фокусные группы для данного контингента больных, чтобы выявить наиболее остро стоящие потребности и посмотреть, как мы можем на них ответить и как мы можем помочь пациентам в дооперационный и послеоперационный период реабилитации. Спасибо. 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 Спасибо.